Всем привет! Вы смотрите канал Биби Таки Долз. У меня сегодня очередное супер событие. Распаковка. Первая в моей жизни кукла Барби Силкстон. Она находится вот в этой коробке. Давайте ее распакуем. Спасибо большое отправителю. Это было непросто. Было огромное количество упаковочных материалов, которые я вырезала отсюда. Но зато все пришло в целости и сохранности. И вот в моих руках огроменная коробка. Впереди прозрачный блистер. И здесь таким же бежевыми буквами написано Барби Фэшн Модел Коллекшн. Причем вся коробка матовая, а буквы и фотографии они блестящие. Здесь есть информация о том, что это за кукла, что это за образ. И лейблом отель Барби. Написано, что это коллекционная кукла для людей старше 14 лет. И, к сожалению, не вижу год выпуска именно этой куклы. Ну, наверное, где-то он есть. Я бы посмотрела. Возможно, это будет в сертификатах. Коробка открывается вот таким образом. И на меня прямо пахнуло таким запахом Барби, которых распаковывали в детстве, в 90-х. Был такой непередаваемый запах у пластика. И вот здесь почему-то я чувствую именно его. Хотя вот, нюхая самую куклу, я этого запаха не ощущаю. Сказать, что сделано все добротно, это ничего не сказать. Здесь кукла. Она прицеплена всеми возможными вообще путями, но, по-моему, только атласными лентами. Наверное, больше ничем. Подставка за ней. Аутфит. Сумочка. Аксессуары. Очень много всего. Я хотела именно гифсет. Потому что мне было очень интересно порыться во всех этих мелочах, которые будут в этой коробке. Вот так выглядит сама кукла. И вот что в коробке. Паковать куклу нужно вытащить из коробки подложку. И вот внизу будут сертификаты. Давайте посмотрим на них. В конвертике находится сам сертификат. На котором, к сожалению, я не увидела тиража. Возможно, просто я не поняла, где этот тираж. Но здесь написано, что это кукла 2001 года. Также есть вот такая вот бумажка с информацией о коллекции Fashion Model. И открыточка для обратной связи компании Motel. И также в конвертике лежит вот такой каталог с другими куклами Silkstone. Чтобы распаковать эту куклу, надо посмотреть на оборот подложки. И вот здесь будет видно очень-очень много креплений с помощью ниток, лент, проволоки, скотча. Волосы у моей куколки, конечно, немножко срежались. Но я думаю, это все выпрямится. Можно будет причесать. А так это, конечно, невероятно красиво. Подставка очень тугая. Я боялась, что я ее сломаю, пока вставляла основание. Но выглядит все это очень круто. Вообще, Барби Silkstone, они из другого материала. Многие говорят, что это прям камень на ощупь. Я бы сказала, что это очень плотный пластик. И, конечно же, она тяжелее, чем обычные Барби. Поэтому подставка утяжеленная. И внизу есть такие, типа липучек, чтобы она не упала. Сзади корсет на кнопках. Обратите внимание, что чулки прицеплены прям настоящими заклепками. Очень аккуратно сделаны чулочки. Красивые туфлики, которые держатся с помощью резиночек. Но я думаю, что и без резиночек такие босоножки вполне отлично держатся. У этой куклы нельзя снять корсет, не повредив его. То есть придется срезать какие-либо резинки, например, на шее. И в области груди он тоже приклеен. При желании снять, конечно, можно. Но не вижу в этом смысла. Так на спинке есть лейбл. И он же есть на голове. Самое интересное, что, если вы захотите, то сможете отстегнуть вот эти крепления. Они отстегиваются. И чулочки можно снять просто отдельно. Например, поменять их на другие. Обратите внимание, что шарниры смягчены такой резиновой шайбочкой в ногах и в талии. Пока я распаковывала одежду, у меня прям случилось ожидание реальность, но в хорошую сторону. Я не знала, что одежды так много. То есть я видела, конечно, фотографии этой куклы, но не думала, что здесь несколько наборов одежды. Чтобы открепить одежду, вам понадобятся только ножницы и терпение. Потому что нужно будет срезать все-все-все ниточки и вытянуть их с изнанки подложки. И тогда все вещички снимутся. Они находятся вот на таких манекенчиках. Пусть они надеты на них. Вообще надеять что-либо на куклу оказалось очень сложно. Я еле натянула юбку. Прилегает она очень плотно. И особенно сложно это сделать именно из-за корсета. Я, кстати, начала снимать туфли. И хотела сохранить резиночки. Но они рассыпались просто, я думаю, что от времени. Моя сила к столу немного подрастрепалась, пока я пыталась ее надеть. Ну и без резиночек туфли прекрасно сидят. И посмотрите, какой у них педикюр. Вторая деталь одежды – это мятного цвета. Такого мятно-фисташкового. Не знаю, что это среднее. Топ. Он на подкладе. На двух пуговках сзади. Тоже очень красивый, качественно сделан. Мне очень нравится вот эта брошка. Вот его одеть было проще всего. Одевать эту куклу действительно очень тяжело и страшно. Потому что, естественно, шарниры у нее крайне ограничены. И очень страшно что-то сломать. Мне безумно нравится это пальто. Оно такое немного ворсистое. И с вышивкой. То есть, это не просто принт. Это прям вышивка. И еще один образ. Он с брючками. Плачем. Вторыми туфельками. И пакетиком для покупок, в котором лежит журнальчик, паспорт и что-то еще. Брюки надеть оказалось очень-очень тяжело. И сделать это с чулками у меня не вышло. Поэтому мне пришлось их отстегнуть от корсета. Также и туфли. Надеть их на чулки у меня тоже не получилось. Но просто можно отстегнуть чулки, снять их и корсет оставить на месте. В общем, друзья, это удивительная кукла. И я определенно теперь фанат силкстон. Особенно бельевых. Когда будете распаковывать, вы видите огромное количество каких-то непонятных ниток, которые торчат из одежды. Не волнуйтесь, не бойтесь. Это просто крепление. Они вытягиваются. Очень легко и просто. Не нужно прикладывать никакой силы. То есть это просто, чтобы ничего никуда не уехало. Спасибо, что посмотрели это видео. Любите кукол, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok